что я думаю о митингах в россии мои прогнозы на будущее белая революция в россии хотим мы того или нет произошла революция произошла прежде всего в сознании людей революция в сознании это и есть просветление осознание и переосмысление своей роли во власти наконец-то народ осознал что власть принадлежит народу правительству общество лишь делегирует власть безусловно болотная площадь поворотный момент в истории российского государства и недооценивать это событие закрывать глаза на реальность россия больше не хочет жить по указке свыше 10 декабря 2011 года кардинальный разворот в сторону демократии в россии время пиночетов сталин и кимченеров и киммерсенов ушло безвозвратно если у кого-то до 10 декабря были какие-то сомнения то после митингов по всей матушке россии для общества стало очевидным что произошло событие значение которого сложно переоценить в новейшей истории общество вступает в новый виток развития два слова о причинах последние 30 лет идет целенаправленно уничтожение культуры практически повсеместно это коснулась всех развитых государств кроме америки которая не имеет своей национальной культуры однако навязывание америкой своей синтетической субкультуры на протяжении очень долгого периода другим странам дает свои плоды пришло время сбора урожая в виде отсутствия национальной культуры утерянных народных традиций и утраченной общей культурой в очень большой степени ответственности вина культурной близорукости лежит на на лидерах государств это они проводили политику всеобщей маргинализации населения чаще не осознавая концентрируясь на экономике то есть наследствие но не на причине забывая о культуре я не буду долго говорить о роли российского правительства разрушения систем образования культуры скажу просто правительство россии сделала все возможное чтобы уничтожить русскую культуру но однако это невозможно в принципе по определению пока будет жив хотя бы один русский нет большего насилия чем навязывание чужой культуры и нет большего преступления чем потерять свою президенты стран материалисты с извращенным сознанием и зачастую низким уровнем общей культуры создали мировой гулаг есть каста 1 процент от общества и все остальные 99 процентов которые работают в личных интересах этого одного процента произошла большая беда искусство более некому ценить обрушились критерии качества понятия культура совесть репутация честь исчезают развращенные властью правительства воспринимают культуру как помеху в своем личном обогащении к сожалению очень немного умов связывают воедино культуру и экономику экономический глобальный кризис всегда неизбежен для стран которые не уделяли должного внимания своей национальной культуре демонстративная вседозволенность власти отсутствие демократии побуждают маргинальные преступные слои общества к действию мы накануне небывалого всплеска преступности на всех уровнях в том числе с применением современных технологий мир вступает в эпоху тотального всеобщего мошенничества правительство так называемых развитых государств упустили возможность развития своих стран в сторону культуры и теперь общество вынуждены проходить урок жизни вне поля культуры это то о чем предупреждал академик дмитрий сергеевич лихачев государства вне поля культуры не имеют смысла они обречены и только после кромешного ада когда цивилизация заглянет в пропасть народ начнет понимать истинное значение культуры в особенности своей национальной вот такие мои прогнозы но за ночью обязательно рассвет а над облаками всегда солнце ответьте пожалуйста на вопрос сейчас и честно когда вы держали последний раз в руках томик пушкина а в советские времена я знавал одного механизатора у нас в районе который знал всего евгения онегина наизусть вот так спасибо